Всем привет-привет! Всем прекрасной теплой весенней недели, хорошего настроения и, наверное, уже потихоньку-потихоньку пробуждения после зимней спячки. Так, сегодня мы с вами сделаем расклад, который предложила Лариса в телеграм-канале некоторое время назад. Я предложения всегда рассматриваю, постепенно их вношу в список, поэтому если кто-то когда-то что-то просил сделать и сразу не увидели, не расстраивайтесь. Если я сказала, что я сделаю, значит я обязательно это сделаю. Вот, просто вопрос приоритетов. Так, тема, тема расклада сегодня. Что скрыто в глубинах вашей души? Вот это вот мы с вами сегодня будем смотреть. Позиции вы видите перед собой, выбирайте, тайм-коды есть. Кто хочет подписаться на мой телеграм-канал, есть ссылка «Мои услуги» под этим роликом, нажимаете туда, вас перебрасывает на документ, в котором есть все необходимые контакты. Также, если вы хотите прийти на личную консультацию, добро пожаловать. Вот, наверное, я отношусь к той категории тарологов, которые, прежде чем взять какой-то расклад, да, наверное, допекает своих клиентов. И на этом этапе очень многие отсеиваются. Почему? Потому что, ну, не совсем понимают. Вот, я не люблю давать готовые вот прям результаты. Я за сотрудничество. Это означает, что человек, кто приходит ко мне на расклад, уже должен обладать некой такой осознанностью в контексте, как минимум, понимания того, что он хочет. Да, то есть, неважно, какая это тематика, если человек четко понимает, что я хочу, тогда я смогу с этим человеком поработать. Если человек приходит в состоянии некого такого раздрая в контексте, я не понимаю, что я хочу, и я начинаю задавать дополнительные наводящие вопросы, потому что для меня важно, да, то есть я не гадаю. Я делаю психоанализ с помощью карт. То есть я для того, чтобы показать и дать ответы, да, в какой-то ситуации, мне важно в ней сначала разобраться. Я не работаю поверхностно в контексте того, что если человек пришел и говорит, я хочу, например, понять, что со мной происходит. Окей, это мой запрос, но я буду копать до тех пор, пока я не пойму, что скрывается за этим запросом. Да, то есть почему человек как бы обратился, что конкретно он хочет понять. Возможно, его интересует какая-то одна сфера. А, ну, например, я хочу, допустим, понять, что у меня там происходит в личной жизни, либо в профессиональной, и озвучивать свой вопрос достаточно абстрактно и масштабно. Вот мне важно сузить для того, чтобы вот ответ был как раз-таки точечный, не абстрактный. Поэтому, когда ко мне приходят запросы, я начинаю задавать очень много дополнительных вопросов. Не потому что мне нравится, там, я не знаю, докапываться, как говорится, до людей, а просто мне важно, чтобы человек сам осознавал и понимал, что он хочет. Всё-таки, наверное, ко мне не приходят люди, которые, так скажем, не совсем осознанные, что ли. То есть ко мне приходят люди, которые уже чётко понимают, что они из себя представляют, и что будет представлять работа со мной. Почему? Потому что, опять же-таки, я стараюсь говорить достаточно тактично в своих раскладах, но иногда бывают такие моменты, когда надо встряхнуть человека. Безусловно, это, опять же-таки, будут поставлены фильтры в моём повествовании. То есть я не позволю себе оскоблять, унижать или ещё что-то в таком формате человека, но обязательно я могу сказать что-то, что человеку будет больно не для того, чтобы его обидеть, а для того, чтобы он пробудился, чтобы его зацепило, чтобы он что-то начал делать. Потому что иногда те вещи, которые я говорю, они неприятны, да, и человеку сложно это принять. И я это понимаю в контексте того, что если человек готов услышать, ну, то есть он приходит ко мне, и он готов, готов на всё в контексте, готов услышать любую информацию. И эти люди, даже если это дело что-то болезненно, да, они дают мне обратную связь. Есть люди, которые после расклада вообще не пишут обратную связь, то есть там отозвалось и про них, не про них. И я понимаю, что где-то человеку стало больно и неприятно, и он не хочет обращать на это больше внимания. И это нормально, да, это... Ну, то есть вообще работа с людьми, она предполагает понимание психологии. Не важно в какой сфере это, да, но когда ты начинаешь взаимодействовать с людьми, тебе важно понимать, да, что этот человек хочет, с какими намерениями он пришёл, к чему он готов. И в зависимости от этого я работаю с людьми. То есть я не машина, я не работаю так, что вот ко всем одинаково. Кому-то у меня будет больше внимания, кому-то у меня будет больше информации, кому-то меньше. Это не в контексте предпочтения, а это в контексте готовности человека принимать ту или иную информацию. Просто вот захотелось мне сегодня почему-то про это сказать. Ну, наверное, потому что мы будем делать расклад, да, про глубины нашей души. Опять же таки, если вы хотите прийти, но у вас нету какого-то конкретного запроса, имейте в виду, что любой расклад на моём канале, если он вам как-то откликается, если он вас зацепил, вы можете прийти с запросом именно вот на этот расклад. Сказать, вот я хочу вот этот расклад. Там есть готовые вопросы, мне не надо ни о чём. Вот сделай для меня вот этот вот индивидуальный расклад, и я с удовольствием сделаю, да. То есть, либо наоборот, вы слушаете какие-то расклады, и там есть у вас вопросы, и эти вопросы, они вас цепляют. Вы можете прийти и сказать, вот в этом раскладе я услышу вот этот вопрос. Вот я на этот вопрос хочу получить индивидуальный ответ. И ещё одна такая ремарочка, да, парадокс для меня. Я очень часто читаю в комментариях, да, когда люди хотели бы получить ответ индивидуальный для себя. Вот раз в месяц примерно, может быть, в полтора, я делаю блиц-консультации на свободные вопросы. Что это значит? Это значит, что вот тот вопрос, который у вас есть, либо когда вы делаете предложение, да, сделать расклад, вот сделайте, пожалуйста, Елене, расклад на эту тему. Я говорю, что это слишком специфично для большой аудитории. Это не значит, что вы не можете прийти с этим запросом на индивидуальную консультацию. Я понимаю, что за это придётся платить. А вот у нас иногда жаба души, да. Это всё понятно, это всё естественно, да. Но есть какие-то вопросы, например, темы, которые предлагаются, они очень точечные. Они неинтересны для большой аудитории. И это не потому, что вопрос неинтересный, а просто не так много просмотра будет, и я вынуждена отказать. Но если у вас встаёт этот вопрос, если он действительно вам актуальный, и вы хотите получить ответ на него, вы можете прийти как раз-таки в тот день, когда я делаю блиц на свободную тему. Для этого я и делаю. Почему? Потому что очень такой, не знаю, какой-то вот парадокс для меня не совсем понятный. То есть когда есть день, где можно задать свои вопросы, люди как-то не совсем активничают в этот день, да. Вот, не столько много заявок. Но когда есть, например, предложение к раскладам, да, либо когда я делаю расклад, то есть человек приходит на блиц на другой вопрос, но его интересует что-то своё, я всегда удивляюсь. Ну, а почему вы тогда не приходите в день, когда есть свободные запросы? То есть это вот такая, как это сказать, возможность разобраться в этом, да. Опять же-таки, финансовый вопрос, мне кажется, это доступный. Опять же-таки, я не смотрю в кошелёк и в карман каждому из вас, да, только вы знаете, что вам покармануло, что нет. Вот, но моя субъективная точка зрения, что блиц-консультация, вот именно на один вопрос, на свободную тему, это достаточно такая, ну, доступная цена, 800 рублей, это не так много. Опять же-таки, это моя субъективная точка зрения, кто-то может сказать, что нет, это много, мне здесь не хватает. Но окей, спорить ни с кем не буду. Скажу только, что для кого действительно будет что-то актуально, да, человек и найдёт деньги, и человек найдёт возможности, и это обязательно сделает. Вот, вот такое было вступление. Ладно, давайте мы с вами тогда приступим. Луна, да, у меня выпала здесь, реакция неоднозначная. Кто-то, может, даже и обиделся. Ну окей. Смотрим, да, убирая вот эти два камушка, позиция номер один, единички, будем смотреть вас, что скрыто в глубинах вашей души. Я вот возьму ещё метафорическую колоду, вот эту вот соулкарту. И посмотрим, наверное, на нескольких колодах, что скрыто в глубинах вашей души. Здесь у единичек на данном этапе, не знаю, может быть, кто-то прорабатывает себя, но скрыта некая такая дуальность, которая именно вот в вашем сердце, да, которую вы хотите познать. Либо есть какие-то моменты теневые, которые вам не очень приятны, но вы понимаете, осознаёте, что это нужно принять. То есть есть некая такая дуальность, вы с ней знакомы внутри себя, то есть вы знаете, что где-то в чём-то вы дуальны. А здесь вопрос не про мысли, здесь не про сомнения, а здесь про то, что есть какие-то части вашего характера, с которыми вы знакомы. Возможно, вам сложно это принять, возможно, вы боитесь это принять. Здесь разные моменты могут быть, но может быть сейчас кто-то работает именно вот с какими-то своими теневыми моментами, которые необходимо понять, принять. Но есть ещё и малая категория людей, которая как раз-таки осознаёт вот это вот понятие добра и зла. То есть что-то возможного в их жизни случилось, и они переосмысливают вопросы касательно того, что же такое добро, что такое зло, и действительно ли оно существует, и как оно выглядит. Вот и этому, этой, как это сказать, этим вопросом, да, причина послужила то, что что-то произошло в вашей жизни, и вы стали задуматься над этим. Так, что скрыто ещё в глубинах вашей души? Желание, необходимость наполниться, получить удовольствие, получить, возможно, какое-то признание. Здесь нету желания как-то взаимодействовать с людьми на данном этапе. Опять же-таки, да, вот эта вот дуальность, она говорит о том, что я не ощущаю себя целостным на данном этапе. Мне хочется вот как-то, не знаю, себя понять. То есть вроде бы всё хорошо, а единение внутри, в душе, и оно не наступает. И это одна из причин, почему вы начинаете в себе разбираться и копаться. Но если кто-то этим не занимается, то может ощущать вот по девятке кубков такое чувство, что вроде бы и погружаться внутрь себя для каких-то глубинных поисков я не хочу, да, но и с другой стороны, вот как-то взаимодействовать с людьми я тоже не хочу. То есть я нахожусь в таком состоянии, когда я вроде бы на виду, да, но что-то отдавать этому миру не готов. И это не вопрос жадности, а это вопрос дефицита, да. То есть здесь человек либо ощущает какой-то вот эмоциональный дефицит, то есть ему не хватает внимания, не хватает яркости, впечатлений, да, каких-то красок. То есть здесь человеку не хватает эмоций. Ну и в том числе любви, я могу сказать. Но сам человек воспринимает состояние здесь такое, знаете, спокойствие, уравновешивание. То есть мне хорошо и наедине. Вот. Но опять же таки это, с одной стороны, это как выбор, да, то есть вот мне так хорошо с собой, что вот я ничего не хочу там делать, как-то взаимодействовать с другими людьми, там что-то копаться, разбираться. Вот. А с другой стороны здесь, здесь вот ощущение какого-то недостатка, дефицита. То есть я не знаю, как это объяснить, но вот эта вот дуальность, она присутствует. Мне вроде бы и хорошо, но хочется еще чего-то, чего конкретно я понять не могу. И разбираться с этим я тоже не хочу. Вот что здесь не хватает? Что здесь не хватает? Возможно, здесь не хватает либо понимания своих собственных границ, либо, знаете, здесь как-то человек как будто бы ищет, вот как раз таки опять-таки, да, эту золотую середину между эмоциональностью и интеллектом. То есть как быть рассудительным, что ли, и при этом не закрывать свое сердце, да, то есть как быть с холодным разумом, но при этом и не ограничивать себя в каких-то эмоциях, что ли. Потому что здесь есть ощущение того, что пока у меня у самого какой-то дефицит на эмоциях, любая моя реакция эмоциональная, она меня опустошает. И именно по этой причине я не совсем понимаю, как наполняться, я не совсем понимаю, что мне делать с моими эмоциями, и я их сдерживаю. Хотя изначально хотелось бы как-то вот радоваться, веселиться. Но я понимаю, если я позволю себе в полной гамме это все проживать, я на следующий день, да, буду чувствовать себя опустошенным. Поэтому человек здесь как будто бы старается для себя понять, где та граница именно в эмоциях, не то чтобы дозволено, а где та мера, да, когда я могу радоваться, либо как я могу проживать эмоции с тем, чтобы вот последствия меня потом не огорчали. Здесь очень много мыслей как раз-таки в вопросе границы взаимодействия с другими людьми. Поэтому я и говорю, вы вроде бы и не закрываетесь от других людей, вам хочется с ними общаться. Но вы понимаете, что каждый раз при взаимодействии с людьми вы чувствуете вот эту вот опустошенность, вы чувствуете раздрай, и вам это не нравится. И велика вероятность, что сейчас вы как раз-таки проходите этот урок для того, чтобы понять, как выстроить для себя именно вот такую стратегию, чтобы вам было хорошо, комфортно при взаимодействии с другими людьми. То есть как создать для себя такую комфортную, удобную среду, которая бы не опустошала, а в некоторой степени вот как-то сохраняла. То есть здесь как будто бы человек учится сохранять свой энергетический резерв. В идеале, конечно, было бы его приумножать, но для начала здесь вот как хочется понять, куда уходит энергия, как утекает она. Вот хочется закрыть все свои пробои в коконе, чтобы вот наконец-таки ощутить удовольствие и наслаждение. Здесь такой образ, знаете, как ванну, которую наполняешь, да, закрываешь этой затычкой, да, чтобы вода не уходила. И наполнив ванну, да, постепенно погружаешься в нее в таком вот расслабленном состоянии, в полной уверенности, что вода никуда не уйдет. Ты можешь находиться именно в этом состоянии столько, сколько ты хочешь. Вот здесь вам вот это вот необходимо, да, и вы задумываетесь над этим. С другой стороны вы задумываетесь. Еще расскажу по поводу границ. Здесь нету по семерке жестла вот этого вот момента как-то отстаивать себя, за что-то бороться с внешним миром. Нет, здесь человек, он как-то, не знаю, созревает. Здесь очень интересный этап в вашей жизни. Вы как-то себя переосмысливаете. То есть вам дан период сейчас, с одной стороны, на бездействие, но не для того, чтобы вы находились просто в пассивности, да, а каким-то образом переосмысливали. Но вот это вот переосмысление, оно неактивное. То есть это не по отшельнику, когда вы сидите, задаетесь вопросом. Нет. Здесь, скорее всего, я задумываюсь, но мыслительные процессы, вот это созидание и созерцание, оно не идет с трудом. Вам не надо напрягаться, да, здесь без напряжения, здесь без какого-то сопротивления. Так, давайте посмотрим еще, что скрыто в глубинах вашей души. Ну вот что-то новое здесь зарождается. Что именно это новое? Здесь приходит понимание, ну вот я говорю, какой-то вот опять же таки этап взросления, но это не небольшой скачок, а это вот какие-то маленькие-маленькие такие, знаете, изменения, да, как крылья бабочки, да, то есть она вроде бы взбахнула и кажется, что волны, которые идут от крыльев бабочек, они такие незаметные, но все же эти процессы, они дают о себе знать. То есть последствия взмаха крылышками этой бабочки, они дают о себе знать. То есть здесь идут перемены. Но то, что зарождается, это понимание того, что надо что-то менять в своей жизни, да, почему? Потому что здесь вот какие-то моменты того, что мне становится скучно. И вы как будто бы начинаете понимать, но опять же таки скучно, это может быть скучно на той работе, на которой вы находитесь, либо скучно в отношениях, да, хочется как-то какого-то обновления, да, какого-то развития, либо скучно с собой как-то становится, да, то есть хочется что-то новое, но вот это новое, оно не должно быть яркое и не должно быть активное. Это новое, оно должно идти как поступательное, знаете, как капля воды, капля за каплей, то есть это не открытый кран, где бегут, бежит вода. Здесь по капле человек начинает меняться, и он понимает, что вот мне скучно жить так, как я живу сейчас. То есть скучно в контексте вот какой-то бессмыслицы, да, и это опять же таки происходит, потому что у вас происходят внутренние перемены, очень медленные, плавные перемены. И то, что, допустим, радовало вас раньше, сейчас оно вас не наполняет. И это не в контексте каких-то больших действий. Например, это в контексте того, что вот вы слушали какая-то песня у вас была любимая, да, и сейчас вы, ну, перестали ее слушать, ну, как-то вот вас она уже не радует. Либо был какой-нибудь автор, да, писатель, который вам нравился, и, не знаю, то ли вы перечитываете заново его книги, то ли новые какие-то, вы понимаете, что вот, ну, мне скучно. Вот я как будто бы это уже переросла, хочется что-то другого. Вот что нового здесь, более интересного, более яркого такого, что вам хочется тут? Вы еще сами пока нащупать это не можете, но ощущение вот некого такого импульса, оно присутствует, да, то есть это вот как, знаете, иногда сидишь, и ты понимаешь, что есть какой-то звук внешний, да, он на первый взгляд незаметный, но он отвлекающий, и ты не можешь понять, вот что меня раздражает. Вот что-то меня раздражает, и ты начинаешь искать, что это. А это, может быть, на улице просто дети играют с мячом, и вот это вот удар мяча, не знаю, об землю, либо там баскетбольная какая-нибудь площадка, и ты понимаешь, что тебя это раздражает. И казалось бы, это так далеко, но ты это слышишь, и ты не можешь сосредоточиться. Вот здесь что-то такое, то есть вы понимаете, что что-то новое зарождается внутри вас, но четко понять не можете. Почему? Потому что с одной стороны, вроде бы, открыты горизонты, и я могу выбрать все, что хочу, а с другой стороны, как раз-таки вот это вот ощущение объема масштабов, да, то есть вариативности, оно и вызывает у вас огорчение, потому что вы не можете определиться. Это как, знаете, после школы, да, куда поступать? Да, в принципе, куда хочешь, туда и поступай. Но я не могу понять, да, куда поступить. И в конечном итоге, что мы делаем, если мы не можем определиться, мы никуда не идем, да, то есть принимаем решение, что я не буду поступать ни в какой вуз. А почему? А я не знаю, куда. И вот здесь какая-то такая энергия, и с одной стороны идет разочарованность, с другой стороны идет сожаление, скука. Здесь разные такие состояния у вас, но они легкие. Здесь нету вот прям эмоционально насыщенной какой-то вот боли, страдания, слез. Здесь этого нету. Здесь есть какое-то, как такое чувство, да, как будто бы что-то мне мешает, вот что-то меня раздражает, но здесь нету агрессии, да, то есть здесь нету ярко насыщенных эмоций. То есть это не тревога, а это может быть какое-то такое, знаете, волнение, вот предчувствие, вот что-то такое. Здесь очень легкие энергии, правда, не совсем в позитивном русле, но они присутствуют, то есть вы их как будто бы периодически игнорируете, а они как навязчивые мухи возвращаются. Вы понимаете, что с этим что-то нужно сделать, а что сделать вы не знаете. Еще что скрыто в глубинах вашей души. Ну вот как раз-таки не принятие новых шансов, почему? Потому что вы не можете определиться, что вы хотите. Сейчас какая-то такая, знаете, хандра на самом деле, которая, с одной стороны, обусловлена тем, что я не двигаюсь вперед, потому что, ну не знаю, я еще не созрел, да, то есть вот вы как будто бы знаете, как этот в байке говорится, да, посадили рис, все, на следующий день пойду этот рис выкапывать. Почему? Потому что у меня есть желание его съесть, так он еще и не вырос, да, то есть он еще и не начинал. Вот здесь какая-то такая энергия, да, то есть плюс ко всему, здесь вы как-то вот просто по-новому начинаете вот здесь вот взаимодействовать с собой, вы какие-то новые грани в себе раскрываете. Но с другой стороны, предложение, которое вам здесь показано, да, вы не можете его увидеть, потому что вы не находитесь в том настроении, в том состоянии, чтобы принимать эти предложения, чего бы они ни касались. То есть это может быть элементарно, давай куда-нибудь пойдем, да, там, я не знаю, в гости, в кино, либо еще что-то, либо просто прогуляться, да, до более серьезных, там, поменять место жительства, либо поменять работу, либо там перейти на другой уровень в отношениях. То есть здесь человек не готов брать этот шанс, который ему дается. Почему? Потому что, ну, не в том настроении. В каком настроении вы находитесь сейчас? Именно в мыслях о будущем, да, то есть здесь еще как такового будущего нет, но в мыслях о том, что, да, хотелось бы пойти, но здесь, понимаете, здесь готовности нету. То есть мы можем, это как в мечтах, мы можем мечтать о чем угодно, но это не факт, что это реализуется в нашей жизни, да, то есть ты можешь мечтать, не знаю, сходить куда-нибудь на прогулку, да, либо пойти в какой-нибудь дорогой ресторан, но это не показатель того, что ты это сделаешь. Вот здесь об этом. То есть здесь вообще такие мыслительные процессы, они какие-то легкие, да, то есть многие мысли, возможно, вы, ну, они у вас идут на автомате, вы их даже и не осознаете. То есть вот я говорю как рой, но опять же таки это не совсем назойливые мысли, которые бы вас раздражали. Это мысли могут быть на автомате. Причем здесь такое чувство, что человек вот иногда сидит, и он зависает. Вот зависает, и вот в этот момент происходят какие-то там, я не знаю, представления, какие-то картинки, да, может быть, какие-то мысли, может, какие-то воспоминания, но они, они как будто бы ни о чем-то. Это, знаете, как будто бы вы отпускаете свой мозг, но это опять-таки, да, не совсем состояние расслабления, да, как в предмедитациях, а это такое, знаете, просто хочу отключиться. Не потому, что здесь нету болезни, да, здесь нету причины того, что есть какие-то проблемы, идут какие-то остановки, нет, здесь именно вот этот вот очень медленный процесс перезагрузки человека, когда надо подождать. И вот в этот момент, когда надо подождать, человек не может справиться вот с этим ожиданием, да, и ему это надо чем-то заполнить. И здесь заполняются вот какими-то мыслями. Но это мысли, они не существенные. Давайте вот так скажу. Так, что еще скрыто сейчас в данном этапе, да, в глубинах вашей души? Давайте посмотрим на метафорических картах. Ну вот, видите, здесь тоже, по сути, да, человек, который смотрит сам на себя. Здесь такие этапы могут быть, когда вы знакомитесь с собой, да, и это может, как это может проявляться в внешнем мире, да, то есть вы, например, с кем-то разговариваете, да, и начинаете отвечать так, как вам не совсем свойственно, да, либо реагировать так, как вам не совсем свойственно, и вы это замечаете. То есть вы как будто подмечаете, что вы становитесь другим, именно замечаете это. И вот в этот момент в позиции наблюдателя, да, вы смотрите как-то, ну я не знаю, может быть, позволила себе что-то, что раньше не позволяла, либо сказала что-то, что раньше бы не говорила. То есть вы как-то замечаете за собой те перемены, которые с вами происходят, и вы как-то вот, именно здесь происходит знакомство, может быть, здесь происходит знакомство с вашим бессознательным, если вы целенаправленно в этом направлении, да, целенаправленно двигаетесь в эту сторону. Да, вот то, что я говорила, здесь что-то новое, что-то новое зарождается. Вы это ощущаете, но вы этого не понимаете. И при этом здесь есть такое расслабленное состояние у вас. Опять-таки, как я говорю, это не совсем такая, знаете, апатия вот в контексте нашего понимания депрессии. Нет, а здесь такое расслабленное состояние. Я не знаю, как его вам описать. Иногда бывает так, что что-то смотришь, там, не знаю, в ленте, например, в соцсетях, и потом отводишь взор в сторону и тупишь, ну, то есть зависаешь. И вот так вот несколько секунд. Вот как будто бы в этот момент что-то подгружается в вашей голове. Потом, гоп, вы так это вздрогнули, либо головой тряхнули и снова вернулись смотреть то, что вы смотрите. Либо там, не знаю, услышали какую-то песню, и она вам что-то напомнила, и вы пошли, пошли за этими мыслями, за этими воспоминаниями и зависли. Вот здесь что такое? Ну, вот в этот момент как раз-таки зависания, перезагрузки, как я говорю, вы находитесь под некой такой защитой. То есть здесь не нужно бояться, что что-то с вами произойдет негативное. Здесь такое чувство, что как будто бы именно сейчас вот высшие силы, они как будто бы заботятся о вас, как я люблю говорить. Они делают вас невидимыми, да, для того, чтобы не было никаких атак в вашу сторону, для того, чтобы, ну, с вами ничего не произошло, не потому что они вас любят и вас берегут, а просто потому что вы сейчас находитесь в таком, знаете, нейтральном состоянии, да, когда вот сначала нужно сформироваться тому, что происходит внутри вас, и только после этого, я не знаю, как манеж, когда ребенка засовывает, ну, сажает, боже, когда ребенка сажает в манеж и дает ему игрушки, и говорит, вот играйся, да, а в это время там мама занимается какими-то своими делами. Я на 100% уверена, что он никуда не пойдет, нигде не ударится, ничто с ним не случится. Ну, то есть она доверяет. Он может даже и уснуть в этом, в манежке со своими игрушками. Вот здесь примерно так же вас посадили в какое-то такое состояние и говорят, сиди. Хочешь, ты можешь играть в игрушки, да, хочешь там что-то послушать, хочешь, можешь поиграть с питомцем, да, его тоже туда, в этот манежик засунем. Но за пределы этого манежа, здесь вот по семерке жезлов, пока тебе идти не надо, потому что ты пока еще не готов, потому что что-то новое здесь должно сначала сформироваться, родиться. Ну, вот так вот вы и выглядите, да, как на этой карте, да, то есть сижу, о чем-то мечтаю, здесь солнышко, да, активные какие-то процессы происходят. Желтый цвет тоже ассоциация с символом, боже мой, стихии воздуха. Вот, то есть человек здесь сидит, думает о чем-то, фантазирует. Может ли он в такой позиции там что-то решать, либо какие-то атаки отбивать? Нет, он просто сидит, причем сто процентов здесь он не думает о чем-то, вот он просто именно вот в моменте зависания. Вот, а какие-то перемены идут, а вот какие, давайте я посмотрю, какие все же перемены-то идут внутри вас. Тройка мечей. Тройка кубка. Видите, какие полярные, да, энергии? Здесь вода, здесь воздух, да, тройка и тройка. Здесь я радуюсь, праздную, а здесь я сожалею и огорчаюсь. Вот это вот все-таки, вот этот вот аркан дуальности, да, он здесь прослеживает, то есть идут внутри вас какие-то две, опять же-таки без вашего ведома, вы это не осознаете. Идет вот то ли выравнивание какое-то, да, зарождение чего-то нового, ну что, какого-то шанса. Ну не показывают здесь, что конкретно происходит. То есть вас будут вести в будущее туда, от чего вы долгое время убегаете, то есть вы как будто бы самостоятельно туда не идете, да, по тройке мечей вы это либо боитесь, либо какой-то прошлый опыт вам не дает этого сделать. И здесь все готовится к тому, чтобы направить вас туда, куда вы идти не хотели, ну туда, куда вы боитесь идти. Проще говоря, здесь нужно будет разрушить какие-то иллюзии, да, разрушение каких-то иллюзий, обманов, самообманов. Вот вас в эту сторону потом я поведу, да, но сначала, чтобы что-то разрушить, да, у вас должен быть какой-то навык, вы должны научиться замечать для начала вот эти вот ваши иллюзии. И поэтому сейчас вот эта вот проработка идет, да, именно добра и зла. То есть переосмысление, что такое белое, что такое светлое. И вот после того, как вы поймете и разберетесь, да, что есть что в вашем новом опыте, тогда вы сможете понять, что оказывается я здесь ошибался, оказывается я здесь сам себя обманывал, оказывается я не шел туда, куда должен был идти. И это поспособствует дальнейшему разрушению. Ну, то есть вы это поймете и будете менять. Вот. Но сейчас вот как будто бы вот эта информация о дуальности, она к вам загружается. Так, это была первая у нас такая позиция. Сейчас я соберу. Карты. Да, нет, всю колоду соберу. Я думала, может быть, оставить. Нет, потому что даже если не хватит карт, я подготовила здесь еще одну колоду. Да, всякий пожарный. Так, это у нас с вами была первая позиция. Позиция номер два. Красный камешек двоечки. Что скрыто у вас в глубинах вашей души? Много любви, много заботы. Этот аркан у меня всегда напоминает аркан императрицы. Да, это карта. Оранжевая. Это как этот шмой. Не знаю, как-то вот слово забыла. Она здесь напоминает, эта карта, Богородицу. Да, и вот этот вот оранжевый цвет, это как раз таки цвет монахов с одной стороны, да, то есть познание. А с другой стороны, здесь может быть ассоциация как раз таки с второй чакрой, да, то есть с нашими желаниями, с получением удовольствия. То есть здесь человек как будто бы, у него зарождаются какие-то желания. Вот эти вот желания, они как будто бы, с одной стороны, какие-то чистые здесь намерения идут. Я не знаю, как, например, рождение ребенка, да, то есть не только в прямом смысле, да, но и метафорически, то есть рождение чего-то нового, рождение каких-то идей. Вот. Но здесь вот от этого аркана все равно, от этой карты веет, не знаю, какой-то заботой, какой-то любви, что ли. То есть либо вы сейчас нуждаетесь в какой-то защите, заботе, либо это ваша потребность о ком-то сейчас заботиться. Но здесь нет активности, здесь есть желание получать удовольствие, как-то себя баловать, как-то себя радовать, ощущение праздника, получение подарков, цветов, веселье. Но веселье, оно не такое прям активное, а здесь в контексте таких, знаете, неожиданностей, сюрпризов. Ну, то есть человек, который улыбается, да, человек, который радуется, но здесь нет вот веселья вот прям такого. Вот это вот состояние, что еще вскрыто в глубинах вашей души? Здесь какой-то страх очень сильный, да. Может быть, ощущение того, что вы это как раз-таки не получите, да. То есть либо вы от чего-то здесь закрываетесь, либо защищаетесь. Вот я говорю, здесь забота какая-то, то есть страх и забота. Здесь вот эти вот две энергии, они проходят. Ну, это страх рождения чего-то нового. То есть я боюсь, но этот процесс, он уже идет, он запустился. Что здесь рождается? Вот что-то новое. Что-то новое для вас зарождается. Ну-ка, давайте мы посмотрим на Таро. Что рождается здесь, да. Здесь идет момент завершения. Опустошение. Что-то новое. Вот я говорю, для кого-то здесь, вот то, что я сказала об учении, да, Паш Пиндакли тоже про это краски говорит. Либо какой-то новый этап обучения, либо у вас есть желание пойти чему-то учиться, либо передавать эти знания, но не в контексте учителя. Здесь, знаете, как мне идет, как воспитатель, который вот в детском саду, да, воспитательница с детьми. Она тоже передает какие-то знания, она тоже передает какие-то ценности, да, то есть умение общаться, коммуницировать. То есть она тоже обучает детей, но по-другому. Не буквам, не грамоте, а какими-то ценностями, да, то есть понимание себя, вот нахождение себя вот в этом мире, да, то есть получать ответ на вопросы, кто я есть, но именно в материальном мире. Через что? Через заботу, через внимание, через, я не знаю, какие-то маленькие подарочки, да, через какие-то шансы, через коммуникацию, да, здесь что-то новое рождается. Рождается какая-то вот, может быть, если мы говорим черта характер, то здесь какая-то внимательность, настойчивость, да, то есть человек готов этому делу уделять внимание, то есть он готов включиться в него, для него это действительно ценно. Пускай это пока на начальном этапе, да, может быть, дальше ценность, она либо будет увеличиваться, либо она вообще уйдет на нет, вот, но пока на данном этапе, да, здесь человеку интересно что-то познавать о себе. Здесь главный персонаж – это вы сами. Здесь вы проходите урок. Кризис, здесь какой-то кризис, с чем он связан, да, уход. Чего-то вы тут уходите, чтобы пойти вот в это будущее. Вы как будто бы уходите, знаете, как от какого-то разумного подхода, но и в то же время вы не идете в эмоциональность. То есть здесь вот, как это сказать, какая-то золотая середина, да, когда человек начинает прислушиваться к себе, к своей интуиции, вот, но он не идет исключительно через логику, через анализ, через разумность. Но и с другой стороны, чрезмерные эмоции тоже ему претят, ему тоже это не нравится. Здесь вы идете… Вы избегаете, я вот так сначала скажу, почему вы идете, вы посмотрите, как будто вы избегаете каких-то манипуляций. То есть здесь у человека как-то появились новые чистые намерения, побуждения. Я не говорю о том, что раньше у вас были какие-то там неправильные, но здесь человек как-то, он, знаете, вот очистился, и он себе говорит, что вот теперь я хочу вот так жить, да. То есть, допустим, раньше я этого хотел, но не делал, потому что боялся. Боялась наказания, боялась там осуждения, непринятия. А сейчас я это хочу, потому что это хочет моя душа, и я вот буду идти вот в этом направлении. То есть здесь у человека появились как будто бы новые идеи того, как можно создать то, что я хочу. То есть я хочу это делать более дипломатично, что ли, мягче, через договоренность, а не через манипуляции. Опять же таки, да, ты можешь сказать, да я не манипулирую. Детская позиция – это тоже манипуляция. Когда я не беру ответственность за что-то, да, то есть я её перекладываю на другого человека, в этом тоже есть манипуляция. Вот здесь человек, он идёт к какому-то своему светлому будущему, да, который он себе представил. В своей голове, правда, ему это даётся достаточно тяжело, но у него есть понимание того, куда он идёт. Да, у него есть представление, пускай оно… Всё равно вот эта вот детскость, да, она присутствует. Она какая-то, не знаю, в чём-то, может быть, инфантильная, детская. А может быть, здесь есть понимание того, что когда-то в моей жизни, да, я уже чувствовала себя как-то вот хорошо. Когда мне было хорошо, я хочу вернуться, да, то есть здесь как ностальгия тоже может проходить. Я хочу вернуться к этому состоянию тогда, когда мне было хорошо, тогда, когда я была ни от кого независима, да, и я хочу жить снова именно вот в этом состоянии. И здесь человек, возможно, вспоминает, как ему было, то есть что он делал тогда в те моменты, да, когда вот ему было именно хорошо самим собой. И что делали тогда другие люди, то есть как они реагировали на вас. То есть здесь есть ещё вот этот вот момент вспоминания. Может быть, наоборот, проекция в контексте фантазии, да, то есть я представляю, как это будет взаимодействовать именно, ну, как хорошо было бы, да, если бы было доверие, если бы люди были открыты. То есть здесь и такие моменты представления может быть. Но вы идёте в какое-то своё позитивное будущее. Но в чём здесь трудность, сложность? Возможно, сложность заключается в том, что понимание вашего понимания, да, что есть добро, что есть зло, оно не совпадает, либо не соответствует видению других людей. То есть у других людей своё какое-то вот это вот понимание причинно-следственных связей. Вот здесь вот есть какое-то разногласие. Либо здесь, может быть, сложность заключается в том, что нужно что-то анализировать, да, а это, возможно, не совсем ваше. То есть надо углубиться, а углубиться-то в это не хочется. А почему не хочется углубиться? Ну, потому что это надо опять-таки работать, а у вас сейчас не стоит, я имею в виду, работать над собой, у вас не стоит сейчас такая задача. То есть отдаление, уединение, абстрагирование других людей нет. Здесь, возможно, тоже ещё встают вопросы и профессиональной сферы. Такой-то момент тоже может быть. Но у нас вопрос именно, что происходит в глубинах вашей души, не столь что происходит в профессиональной сфере. Ещё раз, что происходит в глубинах вашей души? Вы происходите, вы выстраиваете свою империю, вы для себя переписываете свод правил и законов, того, как вы будете дальше действовать. Поэтому иногда вас, как это, толкает, ну, то есть раскачивает, либо наклоняет в сторону эмоциональности, вот этой вот детскости, то, как было раньше. А иногда вы уходите вот именно в анализ, в логику. И вы как будто бы не можете найти этот баланс, да, то есть как для себя выстроить такую комфортную, удобную жизнь, чтобы она и была позитивная, так, как я хочу, да, исходя из моих желаний. И в то же время, чтобы вот как-то не ошибиться, и чтобы меня не наклоняло в одну или в другую сторону. То есть здесь человек хочет как-то стабилизироваться. И вот она, императрица, да, император, императрица. Вот она, императрица, у меня тут и выпало, да. То есть я хочу жить так, как я хочу, удобно, комфортно, понятно. И при этом, чтобы вот в этом была стабильность. То есть, проще говоря, я хочу управлять самостоятельно своей жизнью. Вот это вот ваша главная задача на сейчас. И Мак у нас там тоже про это говорил. То есть вот этот вот момент понимания, что сейчас у меня есть готовность. Я не могу сказать, что здесь есть созревание психологическое, да, в контексте того, что я готова держать, ну, брать ответственность на себя. Нет. Но здесь есть вот эта вот готовность, что, знаете, как изредка, как будто бы, там, я не знаю, по расписанию, понедельник, среда, пятница, да, я беру ответственность за свою жизнь, а во все остальные дни я просто хочу радоваться, веселиться и оставьте меня в покое. То есть, допустим, там, три раза в неделю я буду императрицей, наслаждаться, радоваться жизнью, да, а в остальные дни я должна быть, там, императором, принимать какие-то решения, решать внешние задачи, там, оплачивать счета, что-то придумать. И я это не хочу. И здесь вот по этому поводу у нас идет десятка жезлов. Мне это тяжело, мне это сложно. Но я понимаю, что иначе я не могу. И вот здесь, здесь вот какие-то такие моменты происходят у вас на данном этапе. Так, это вторая позиция. Интересно так, весна такая, да. Так, и мы с вами переходим к позиции номер три, зеленому камешку троечки. Смотрим вас, что скрыто в глубинах вашей души. Целостность какая-то, триединство. Триединство. Рождение какого-то нового иона, да, нового знака в вашей жизни. Когда как-то смена эпох. Смена эпох идет. Когда на эпоху чего-то такого старого рождается что-то новое. Какое-то осознание, понимание. В каких-то моментах вы здесь как-то поняли свои какие-то страхи, что ли, либо какие-то даже состояния. Не столько страхи, а какие-то состояния. То есть здесь как будто бы человек понимает, что действительно для него важно, что действительно для него ценно. Здесь еще есть вот чувство, что в каких-то моментах, возможно, я запутался и иду как-то самостоятельно по этому лесу. Но все самое ценное и важное я держу при себе. Здесь могут быть такие моменты, когда вы многое не рассказываете о себе своим близким, да. То есть, не знаю, может быть, это формат защиты, да. То есть зачем им знать то, что меня беспокоит, да, чтобы их не тревожить. То есть что-то вы здесь оберегаете. Это что-то для вас жизненно важно, не просто важные цены, а что-то для вас тут действительно важно, жизненно важно. Не знаю, кто-то здесь может быть обрел какой-то контакт, да. Вот у меня такое ощущение, что с кем-то вы здесь наладили контакт с небесами, с высшими силами, не знаю. И вы это как будто бы скрываете. Почему? Потому что боитесь, что вас не поймут. То есть то, что вы делаете, либо то, о чем вы думаете. Здесь есть время, которое вы уделяете себе, своему внутреннему состоянию. И это не просто так посидеть в тишине, да. А здесь вот вы как будто бы действительно с кем-то, либо с чем-то коммуницируете внутри себя. Будь то это ангелы, будь то это ваше высшее Я, будь то это еще что-то, все, там, я не знаю, творец. Неважно, но здесь есть что-то, и вы, вот для вас это сейчас ценно, да, как, я не знаю, как понимание себя, как такое ощущение, что вы как будто бы дозвонились до Творца, и вы начинаете ему задавать кучу вопросов, да. То есть почему там я родился, да. То есть как-то нашли телефон, да, и пользуетесь даже в некоторых случаях, чрезмерно доставая, ну, Творца, если так можно было бы выразиться, да, своими какими-то вопросами сакральными, сугубо личными, ну, то есть не в контексте того, что любит меня там или не любит, но здесь не мирские вопросы, а здесь вопросы, которые вас очень сильно беспокоят. Они могут, конечно же, касаться ваших родителей, там, например, почему я воспитывался в такой семье, либо почему я прошел этот путь, либо почему у меня вот такие родители, либо такие братья, то есть такие вопросы могут быть. Но здесь не вопросы по поводу того, что мне там переехать, не переехать, какую работу поменять, как создать семью или еще что-то. Здесь не мирские вопросы, здесь вопросы понимания себя. И вот это для вас очень важно. Вы это прям очень оберегаете, никому не говорите, не показываете. Не потому что здесь есть только страх того, что вас не поймут, а просто, знаете, у каждого человека есть какие-то свои секреты, которые мы не говорим другим людям. Потому что, во-первых, они им не нужны, они для них не важны, и люди это не поймут. То есть у каждого есть что-то свое сакральное. Кто-то ведет, например, дневник для себя. Почему? Не для того, чтобы кто-то пришел и почитал, и узнал. А потому что это какая-то внутренняя беседа с самим собой, познание себя. А здесь вы что-то такое, не знаю, то ли в себе раскрыли, то ли... Тут такое чувство, что, я говорю, как дозвонились до первоисточника, и не можете насытиться. То есть либо какие-то практики стали делать, например, изучаете хроники Акаши. Все, и вы полностью туда погружены, ходите, изучаете, смотрите, вам это интересно. Но здесь не просто интерес, здесь что-то такое, знаете, вот прям за сердце хватает. То есть здесь может быть кто-то кого-то ищет, да, вот опять же, это очень точечно, да, то есть не надо на себя перетягивать то, что вас не касается. То есть здесь как будто бы кто-то кого-то потерял. И вот в надежде, то есть жив этот человек или нет, я хочу это понять, я хочу это узнать. И вот как будто бы, не знаю, что-то вот такое беспокойство, и вы тревожитесь, если вы задаете вопросы, то есть а жив ли он, да, либо как-то кто-то за кого-то молится, то есть здесь такие моменты тоже могут быть. Я говорю, здесь что-то такое сакральное, что-то такое сакральное происходит внутри вас. Еще что скрыто в глубинах вашей души. Ой, да очень многое, да. Вы как айсберг показываете людям только часть того, что есть действительно внутри вас. Очень многое не показываете. Здесь не то, что вы показываете. Скорее всего, вы ничего не показываете, показываете какую-то малость себя, да, то есть вот вы как действительно какая-то бездна, как какой-то очень глубокий океан, который показывает людям какую-то малость себя, а внутри вас, не знаю, что-то такое очень-очень большое, не знаю, я не могу объяснить, что это такое, но как чувство какой-то, я не знаю, любви, вот что-то бездонное, вот что-то бездонное внутри вас есть, что, не знаю, как-то вот хочется отдать это, не знаю, может быть, это какая-то любовь, и вы хотите любить по-настоящему, и держите это внутри себя, либо это какое-то такое чувство, что я хочу этим поделиться, то есть вот что-то вы хотите отдать, но вы как будто бы, не знаю, либо не находите подходящего человека, то есть, допустим, если вы как учитель, вы не можете найти себе ученика, потому что никто вам не подходит, не потому что люди там глупее, либо умнее, а просто потому что нету созвучия, нету вот этого резонанса, нету отклика, и вы как будто сидите здесь в ожидании своего часа, вот в душе что-то такое есть, как ожидание своего часа для чего-то, а вот для чего, а вот для чего, я не знаю, сейчас мы посмотрим, вот видите, опять-таки, так, 2 аркана, вот это вот ваша душа, чтобы как-то высвободиться в нужное время, для кого-то это может быть, конечно же, ожидание вот этого часа перехода, то, что люди называют смертью, кто-то ждет, но не в негативе, а именно в ощущении того, что я хочу уже слиться со своей настоящей семьей, то есть я хочу перейти этот рубеж, я хочу некой такой свободы, как в прямом смысле, так и в переносном, кто-то действительно хочет ощутить себя, не знаю, как каким-то вот парящим, либо человек здесь хочет как-то познакомиться со своей душой, то есть понять, а что это такое, а как она выглядит, то есть здесь почему-то есть желание понять душу именно с точки зрения физики, да, то есть как-то пощупать, услышать, увидеть что-то такое. И плюс ко всему здесь есть вот это вот желание, да, поделиться, поделиться, я не знаю, может у вас есть какой-то дар, и есть вот эта вот потребность, я хочу передать кому-то что-то, вот душа что-то хочет отдать, и она как будто бы, не знаю, взывает к небесам, либо просит, чтобы что-то ей послали, либо какого-то человека, да, чтобы можно было это передать. Но здесь что-то такое сокровенное, у каждого оно свое, я не могу здесь обозначить конкретно, но энергии здесь такие, знаете, я берегу, я никому не отдам. Это мое, и об этом никто не узнает, и это имеет отношение к какому-то состоянию, это имеет отношение к, не к эмоциям, а к состоянию, именно к какому-то глубокому чувству, которое вот именно такое всеобъемлющее, что ли, бездонное какое-то. Давайте на картах посмотрим, что скрыто в глубинах вашей души. Ой, желание, вот и тоже свобода, да, как-то высвободится. Вот от чего вы хотите освободиться здесь? Не знаю, здесь такое ощущение, что долгое время что-то, вот я понимаю, я это ощущаю, что есть внутри меня, да, что-то происходит, но я как-то, не знаю, я не могу разродиться, я не могу это выпустить, я не могу это показать. То есть я как будто бы это чувствую, но я не могу вот в физическом мире это показать. То ли это, как это сказать-то правильно, не имеет физическую форму, то ли я не знаю как-то. То есть здесь хочется, с одной стороны, выздороветь, но здесь не болезнь, здесь не физическая болезнь, а здесь, может быть, выздороветь и очиститься от своих каких-то убеждений, от своих каких-то программ. Здесь не про страхи, здесь как будто бы человек, не знаю, то ли молится, то ли просит, вот я не хочу больше так думать, да, то есть избавь меня от чего-то. Вот здесь вот какая-то такая, причем это какой-то вот крик души, но не потому что человек кричит, а это вот какая-то такая тишина, кричащая тишина, когда вы говорите, избавь меня от этого, освободи. То ли это какой-то гнет, то ли это, я не знаю, что-то должно передаться по наследству, то ли здесь человек что-то хранит долгое время, его это гнетет, и он понимает, что надо это отдать, либо, не знаю, может быть, долгое время держите какую-то тайну, да, к примеру, и вот как будто пришло время рассказать про это, что ли, либо скрывали что-то от какого-то человека, и сейчас вы понимаете, что ну так думать дальше не может быть, потому что меня это разрушает, мне надо обязательно сказать, вот где-то что-то я кому-то не сказала. То есть это может быть так же, не знаю, может быть, допустим, вы не разговариваете с своими родителями, вы понимаете, ну что дальше так это не может продолжаться, потому что меня это гнетет. И хочется вот первым сделать шаг, даже не важно, как меня примут, все равно, да, в сторону вот этого примирения, и сказать, что в любом случае, не важно, какая будет у вас реакция, да, я вас люблю. То есть вот здесь какие-то такие очень глубокие потребности у души на исцеление, на освобождение. Еще от чего вы тут хотите освободиться? Ну вы уже готовы пойти во что-то новое, да, там у нас яйцо прорисовывалось, да, то есть хочу уже что-то новое построить для себя. Но не получается, вот потому что есть, я говорю, есть какие-то обиды, есть камни и преткновения, есть какие-то ссоры. То есть есть что-то, ну в том числе это может быть претензии к самому себе, да, то есть не только со стороны других людей. Это может быть недовольство самим собой, уже хочется, ну когда это уже закончится, это когда я уже приму себя такой, какая я есть. То есть такие варианты тоже могут быть. От чего еще вы хотите очиститься? Ну вы хотите прийти к любви, да, к принятию себя, к любви себе, к себе. Вы хотите прийти к состоянию, знаете, как успокоению. Вот здесь вот это вот главная энергия. Еще что вскрыто в глубинах вашей души? Ну, эрофант. Я говорю, много-много знаний. Причем какое-то знание в контексте каких-то, ну вот я не знаю, наследия что ли. Это может быть даже элементарно на уровне того, что у ваших родителей был какой-то семейный бизнес, они передали вам его, а у вас получается, что, допустим, ну нету детей, да. Либо ваши дети не хотят перенимать тот семейный бизнес, который есть у вас. И вы понимаете, что на вас он закончится, и это очень обидно. И поэтому хочется найти какого-то, ну хотя бы, допустим, человека на стороне, который бы продолжит этот семейный бизнес. То есть здесь наследие, оно по-разному может выражаться. Но в глубинах вашей души скрыто вот это вот богатство. Богатство именно связанное как с семьей, какое-то вот богатство в контексте мировоззрения, взглядах. Какое-то религиозное направление тоже может быть такое, знаете, очень глубокое. То есть человек не просто вошел в тот или иной религиозный Грегор, а он его изучал. То есть здесь человек, допустим, ну если мы говорим, допустим, о христианстве, да, то есть читал все книги Библии, там, я не знаю, Ветхий Завет, Новый Завет, Старый Завет. Ну то есть человек изучал, он погружался, у него есть что передать. Да, ну вот как будто бы передать некому. Передать некому. И здесь вот это вот состояние, знаете, что, ну, мне уже самому это нести тяжело, хочется, не знаю, либо кому-то это передать, либо уже от этого избавиться. Ну, здесь по-разному может быть, потому что я не знаю, какие истории здесь происходят, но энергии такие. То есть меня это уже гнетет, да, то есть либо здесь столько много знаний, и они не реализованные в жизни, что человек уже понимает, что они меня уже разрушают. Я уже становлюсь раздражительным, мне уже становится тяжело от этого, и я хочу уже забыться. Но проблема здесь заключается в том, что, ну, я не могу как в компьютере взять и нажать на кнопочку «делит», да, то есть стереть из памяти. Почему? Потому что, ну, жалко, это моя жизнь. То есть вот здесь такие моменты. Здесь, возможно, и вот в этом-то и заключается эта борьба. То есть отказаться от этого, вот от этого наследия, то, что я несу, и уже пойти своей дорогой. Либо все же есть надежда на то, что я могу еще кому-то быть полезен, да, что-то передать. Здесь все разные энергии, но они действительно очень глубинные. Ну и последний аркан, что скрыто в глубинах вашей души. Будущее, да, какое-то будущее. Вы хотите пойти в это будущее? Здесь есть какие-то надежды, здесь есть желания. Что это за будущее? Сказал последний аркан, но все равно. Не знаю. Будущее, в котором вы как-то можете взаимодействовать с людьми. Здесь все равно прослеживается вот эта вот нотка. Знаете, человека, который, условно говоря, имеет огромную домашнюю библиотеку, прям очень такие ценные книги, да, может быть, это какие-то фолианты, а это может быть и прошлого, и позапрошлого века. Но никто не спрашивает их. Ну, то есть они не востребованы. И человек здесь задумывается о том, что, ну, может быть, хотя бы в библиотеку, да, там, городскую подарить. Но ты понимаешь, что жалко, да. Не потому что жалко подарить, а потому что и там они будут не востребованы, да. То есть вот вы как здесь какая-то привязка есть. И человек хочет, чтобы вот в будущем взаимодействие, оно с людьми, либо с миром, оно было какое-то вот более правильное, что ли, более верное, ценное, чтобы вот здесь вот обмен, он был ценный, чтобы не было, не знаю, каких-то искажений. Здесь ощущение того, что человек все равно не верит, что, то есть он как-то надеется на это будущее, да, что оно будет позитивное, но не верит, что он будет удовлетворен. А почему? Так, я сегодня рассказ, мне кажется, не закончу. А почему? Ну, я не знаю. Здесь вопросы ценности встают. Вот вы почему-то себя видите, как, я не знаю, как хранителя какого-то, да, то есть человека, у которого очень много ценностей, не финансов, здесь именно ценности, да, вот какого-то человека, какого-то богатого, да, изнутри, богатого духом. Ну, человек это не может, он не может принять, ну, не может его быть на равных, допустим, с кем-то другим, не потому что это гордыня, а потому что действительно здесь опыт, он во много раз больше, чем опыт вот нового ребенка, да, начинающего, либо молодого человека. Но проблема в том, что молодой человек сам должен пройти тот опыт, тот путь, пройти ту тропинку, которая нужна ему. А вот здесь у человека есть такое же, да, я хочу тебе помочь, да, чтобы ты не оступался, чтобы ты не наступал на эти грабли, на которые наступал я, да, то есть воспользуйся. Но это не нужно другому человеку. Он, может быть, и не наступит вообще никогда на ваши грабли, потому что он пойдет другим путем. Здесь вот надо принять решение, надо принять решение, что вот аркан мира, да, то есть смириться, смириться с чем-то, да, отпустить вот это прошлое и пойти в новое налегке. То есть если здесь есть какие-то, ну, то, что вас тяготит, да, это уже показатель того, что душа готова освободиться от этого. Ну, вот здесь весь расклад какой-то идет такой про освобождение. Не знаю, с чем это связано, но энергия, она такая. Так, это была третья позиция, зелененький камешек. Я благодарю Ларису за идею к раскладу. Не знаю, насколько вам понравилось, напишите вы мне. Насколько понравился этот расклад, насколько совпадает, созвучен. А я с вами прощаюсь до среды. Всего вам самого наилучшего. Я просто смотрю, здесь такую тему я себе придумала. Называется «Какие перемены произошли в вашей личности?» Вот. Иногда, знаете, читаю то, что хочу. Почему-то я до этого увидела в вашей личной жизни, но слова «жизни» не было, значит, это в личности, а не в личной жизни. Не знаю, может быть, кого-то, да, тоже интересует личная жизнь. Но мы будем смотреть, какие перемены произошли в вашей личности. Это будет расклад, тема расклада к среде. Все, прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Теплой весенней недели. Всех обнимаю. Всем пока-пока.